И, 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 44 секунды! Карина Водопьянова первую дистанцию в своей жизни успешно прошла, а вернее проползла. На финише маленького спринтера уже поджидает мама, самый главный болельщик. Надо с детства спортом заниматься, пока вот таким. Путь к финишу для мегаползунов долг и нелегок. Чтобы как-то мотивировать малышей все-таки преодолеть 10-метровую дистанцию, мамы прибегают к самым разным ухищрениям. В ход идут любимые игрушки, шарики и даже пульты от телевизоров и сотовые телефоны. Помогает, впрочем, не всегда. Вы знаете, мне стало интересно, потому что он очень маленький, ему только 6 месяцев и 3 дня. И мне было интересно, сможет он вообще проползти? Он буквально только 2 недели у нас ползает. Ну, в общем, решили поучаствовать. Чемпионат города среди мегаползунов проводится уже второй раз. Киноцентр Кинофрэш на этот раз поддержал инициативу компании Мегафон, которая традиционно радует Оренбургцев такими позитивными акциями. Союз двух компаний положительным образом отразится на результатах акции, подарив ее участникам еще больше возможностей. Нынешний забег «Карапузов» посвящен Международному женскому дню 8 марта – празднику наших любимых мам. Сегодня праздник 8 марта, и это праздник, конечно, женщин. У нас на прошлой неделе вышел в прокат новый фильм, который называется «Мамы». И, конечно, сегодняшнее мероприятие приурочено к этому празднику, и второй Оренбургский чемпионат мегаползунов как раз посвящен нашим мамам. Лучшим ползунам заслуженные награды. Здесь все как в настоящих соревнованиях – медали, денежные сертификаты и, конечно, игрушки. Призы победителям предоставил магазин «Детский мир». Вы посмотрите на тех мамочек, которые увлечены эмоционально, позитивно. Такие праздники неординарные и достаточно привлекательны именно для такой аудитории наших малышек. В общем, повеселились и взрослые малыши. Ну а те, кто не успел принять участие в необычном забеге, не отчаиваются. Этот чемпионат среди мегаползунов совершенно точно не будет последним. Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время.